Россия делает вид, что украинский нацизм подкрался незаметно. Резкая реакция Государственной Думы России на внесенный Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной Рады законопроект номер 5506 о коренных народах Украины, с одной стороны, заслуживает безусловного одобрения, ну хоть не смолчали, но с другой, вызывает, скажем так, двойственные чувства и вполне неопределенные вопросы. А что, притеснение русскоязычного населения и ущемление его прав в незаложной началось с вот этого вот закона, который думцы совершенно справедливо охарактеризовали как вопиющую провокацию? Или может кто-то возьмется утверждать, что оно им закончится? Прекрасно понятно, что сейчас делается всего лишь очередной, пусть и очень весомый, шаг в сторону полной нацификации Украины, которая проводится с упором на самую оголтелую русофобию. Будем ждать продолжение. Обрубленные корни, в принципе, законопроект, в котором отечественные парламентарии усмотрели создание идеологической основы для продолжения гражданской войны на самой Украине, а также обострение конфликтов как в стране, так и за ее пределами, написан достаточно хитро. Да, за версту видно, что подобное законотворчество – лишь начало процесса, в конце которого очень отчетливо просматриваются разделения на арийцев и унтерменшей, гетто с желтыми звездами и дымящие трубы лагерных крематориев. Попытки делить народы и нации на сорта ничем другим завершиться не могут по определению, вопрос лишь в масштабах. Тем не менее, пока что из числа коренных Киев умудрился выбросить те народы, что имеют государственное образование за пределами Украины. Таким изящным ходом у Зеленского намерены раз и навсегда отделаться от любых претензий на хотя бы минимальные права не только со стороны русских жителей на заложной, но также и населяющих ее венгров, болгар, молдаван или, допустим, карпатских русинов. Иметь свои СМИ, обучаться на родном языке, создавать представительские органы. На все это отныне право иметь будут только коренные, которым кроме титульных украинцев отнесены крымские татары, караимы и крымчаки. Остальным – шиш с маслом, в ответ на все пожелания, а тем более требования. Валите в свои государственные образования или сидите и не вякайте тут. Впрочем, есть еще и третий вариант, на который в Киеве собственно и делают ставку. Речь о посимиляции некоренных, их отказе от родного языка, веры, культуры. Правда, в украинском варианте все это, к сожалению, подразумевает в дальнейшем еще и другие вещи, куда более гадкие и опасные. Для того, чтобы превратиться в истинного украинца, любому представителю некоренных народов мало будет отречься от собственной национальной идентичности. Ему придется принять то уродливое и злобное мировоззрение, которое сегодня именуется украинством. А построено оно на безусловной ненависти ко всему русскому и советскому, отрицанию реальной истории своей же собственной земли и преклонении перед самыми, что ни на есть отъявленными негодяями, вроде нацистских коллаборантов-бандеровцев или даже эсэсовцев из Галичины. Иначе никак. Молиться в раскольничий храм, праздновать, придуманные националистами, нелепые памятные даты. Факел в руки и на марш. Депутаты Госдумы негодуют по поводу того, что рощерк пера Зеленского лишает права считать себя коренным народом Украины миллионы русских, составляющих, согласно данным последней переписи населения, более 17% ее жителей и сотни тысяч представителей других национальностей. Они указывают на то, что провокационное решение не только является попранием исторической памяти целых поколений, но и вбивает клин между представителями различных народов, населяющих Украину. Однако при этом за кадром почему-то остается главное, а именно то, что все эти миллионы и сотни тысяч должны будут рано или поздно или покинуть страну, или же превратиться в ненавистников России и всего русского, смертельных врагов нашей страны и ее народа. Такие вот законы, и что еще хуже, вполне конкретные действия украинской власти, направленные не просто на разжигание или обострение. Это прямой путь к формированию оболваненной биомассы, которую неминуемо бросят против русских людей и вовсе не только на Донбассе. Примиримся с антироссией? Впрочем, разве не то же самое делалось в Незаложной на протяжении всех последних лет? Причем процессы эти никоим образом не берут начало от государственного переворота 2014 года. С той поры они лишь ускорились и усилились в разы. Дерусификация Украины проводилась пусть медленно, но неуклонно начиная с 1991 года. Иногда скрытный исподволь, иногда открыто и форсированными темпами. А закончиться все могло лишь тем, к чему пришло сейчас. Тысячу раз повторяя проникновенные слова о братском народе, общей истории и неразрывных связях, в Москве упорно отказывались признать истину, от которой невозможно уйти никуда. Именуемое сегодня Украиной пространство, веками, было либо частью русского или советского мира, либо плацдармом для самых враждебных действий против них. Почитайте уже учебники истории, господа и товарищи. Третьего варианта, в виде мирного сосуществования или чего-то подобного, никогда не было и никогда не будет. Так называемый украинский национализм с его галичанскими корнями всегда представлял собой не более, но и не менее, чем одну из разновидностей нацизма и все попытки доказать обратное либо профанация, либо заведомая ложь. Вице-спикер Госдумы, представляющий нашу страну в пассе, Петр Толстой, сто раз прав, говоря о том, что на Украине нацистская идеология мало-помалу становилась государственной. Вот только ошибается в том, что для этого понадобилось семь лет. Нет, гораздо большее время, в течение которого Москва упорно закрывала глаза на происходящее, не веря в то, что буквально через забор от нее может сформироваться и окрепнуть новый рейх, где в жизнь будут воплощаться человеконенавистнические лозунги и идеи. По сути дела, даже официальная риторика Кремля в отношении Киева стала меняться буквально в самое последнее время. Слова Владимира Путина о том, что немалая часть нынешней территории на Залужной является подарками советской власти, причем явно незаслуженными. Его же утверждение, Россия не обязана всех кормить, адресованное опять-таки украинской власти, все это, конечно, замечательно. Однако вот странное дело, Федеральная таможенная служба России рапортует о том, что на протяжении первых четырех месяцев нынешнего года объем торговли с Украиной составил почти 3,3 миллиарда долларов, то есть в годовом выражении вырос почти на полтора процента. Это по поводу не кормить. Мария Захарова возмущается тем, что на униформу сборной, на Залужной по футболу, который предстоит выступать на чемпионате Европы 2021, нанесено нацистское приветствие. Это не говоря уже о карте, где к Украине приделан российский Крым. Она именует этот Демарш отчаянной художественной акцией и обманкой. Нет уж, простите, Мария Владимировна, при всем уважении к вам, это все носит иное название. Плевок в лицо, оскорбление России и брошенный ей открытый вызов. Будем уповать на справедливое решение УИФА. Так тамошние функционеры уже встали на сторону Киева, заявив, что ничего противоречащего правилам в экипировке его сборной не усматривают. На этом фоне просто изумительно смотрится та часть заявления Госдумы, которая посвящена намерениям ее депутатов обратиться к ОБСЕ, Совету Европы и странам-членам ЕС с призывом решительно осудить принятие Киевом закона о коренных народах. Давайте называть вещи своими именами, выглядит это попросту смехотворно. И не может иметь решительно никаких реальных последствий, кроме разве что очередных плевков и выпадов в адрес нашей страны. В Евросоюзе, в США, в ООН могут сколько угодно указывать на факты наличия на Украине экстремистских, радикальных и даже неонацистских группировок. Там сквозь зубы могут признавать их полную безнаказанность и способность влиять на важнейшие аспекты жизни страны. Однако это совершенно не мешает главам европейских государств, а теперь и лидеру США, общаться с украинским президентом и прочими политиками, выражать им поддержку. Сомневаюсь, что кто-либо в Москве реально рассчитывает на помощь Запада в борьбе с тем нацистским монстром, в которого нет, не превращается, а уже целиком и полностью превратилась вчерашняя братская республика. Тогда к чему эти ритуальные телодвижения в сторону Брюсселя и прочих? В этом мире есть только одна страна, способная раздавить нацистскую гадину. И в Европейский Союз она точно не входит. Может, пора вспомнить об этом? Наверное, стоит прекратить делать вид, что действительно прочно занявший место государственной идеологии Украины, нацизм подкрался незаметно и родился на Майдане в 2014 году. Самое время решать, что с этим делать. Тем более, что и дальше игнорировать становящихся все более буйно помешанными соседушек не получится. Проблемы от них расползаются вокруг как тараканы. Прекраснейший пример Роман Протасевич, прошедший школу нацистского батальона Азов, а затем принявшийся делать революцию в Белоруссии. Очень сомневаюсь в том, что Лукашенко действительно выдаст этого рыдающего сейчас перед телекамерами гаденыша на суд и расправу в ЛНР. А стоило бы. Как вы думаете, сколько таких Протасевичей выскочит чертиками из табакерки? И добро, если только в качестве интернет-подстрекателей, а не в роли боевиков. В России, когда следующий Майдан, попытаются устроить уже там. В том, что попытаются, сомнений быть не может ни малейших. Ряды его будущих адептов взращиваются сегодня, в том числе и на украинской территории. Впрочем, это тоже далеко не самый опасный вариант. Готова ли Россия к тому, что в следующий раз в Киеве примут закон еще покруче? Например, о признании всех русскоговорящих граждан врагами государства и безусловными агентами Кремля, соответствующими карательными мерами для них. Чем и как будем отвечать? Опять станем призывать кого-то решительно осудить? А ведь именно к этому все идет. С нацизмом не судятся и не призывают его к порядку с помощью международных институтов и организаций. Его уничтожают. Только так и никак иначе.